приветствую всех друзья мы находимся на проекте forest hill это вторая часть обзорного путешествия ну и пришла пора посмотреть уже поподробнее на все что происходит на этом проекте напомню что проект интересный есть свои хитростные задумки какие-то уникальные решения ну в общем обо всем по порядку поехали ну а начну с того что напомню на этом проекте очень интересно реализован планшет в планшете можно докупать приложение тем самым расширяя его функционал вот я докупил приложение телефон и теперь у меня планшет является полноценным телефоном мне приходит сообщение из банка я могу переписываться с другими игроками и все это происходит в планшете ну и в дальнейшем по мере необходимости я буду докупать остальные приложения которые могут позволить мне увидеть соотношение рынка на этом проекте других игроков переписываться с другими игроками увидеть тарифы увидеть другие организации очень много-много всего как я и говорил в начале моего обзора задумка интересная но к сожалению исполнение самого планшета как вы видите на высшем уровне ну и следующим шагом я задумал приобрести себе автомобиль и чтобы мне всегда видеть мой автомобиль где он находится на карте мне тоже нужно будет купить определенное приложение в планшете чтобы мой автомобиль отражался всегда на карте ну и пойдемте уже приобретем на какой-нибудь был уж на автомобиль бы уж не беру не потому что там нехватка денег или что-то просто этот магазин ближе и мне там понравился один грузовичок который я показывал в первой части этого обзора но понравился мне автомобили из магазина был автомобиля вот этот ford f100 но как видите здесь вот сделана такая система что вы выбираете автомобиль или покраску все время надо выходить вот в этом меню потом нажимать кнопку 3d и вот этой вот этим заниматься так сказать туда сюда гонять ну давайте посмотрим какая есть краска какую мне хотелось увидеть наверное если есть что-то в темных тонах я бы взял что-нибудь в темных ну или вот тоже ничего в красном но надписи как видите не очень понятны давайте посмотрим что еще есть вот зеленый зеленый так себе тоже по моему слишком ярко ну на мой взгляд слишком ярко либо что-нибудь потемнее серый например там или черный вот кстати вот то что надо вот хочу такой черный давайте возьмем черный ну и вот он наш красавец первый автомобиль на этом проекте и по моему самый достойный из представленных здесь но мне бы хотелось там взять еще потом просто для того чтобы посмотреть ржавый грузовичок который там по моему на 140 слотов что ли вот его но это будет уже потом сейчас хочется погонять вот на этом это самая красивая модель вот представленная в этом магазине так вообще я уже показывал здесь весь арсенал автомобилей в общем то есть на что посмотреть но в основном конечно модельки так себе ладно посмотрели на него надо ехать но прежде чем выдвигаться на какую-либо точку хотелось бы поговорить о клавиши взаимодействия с автомобилем и вообще системе взаимодействия с автомобилем на этом проекте мне это очень понравилось напомнила кстати проект my life там было примерно так же так вот здесь все выведено на одну клавишу windows и открываем взаимодействие с автомобилем и чиним все на одну клавишу это отличает от других проектов на которых например багажник выведен на кнопку т ремонт на windows инструмент и инвентарь на колесико да здесь все делается одной кнопкой как видите очень интересно и замечательно можно и чинить и грузить багажник все на одной кнопке хорошее решение и в общем то хорошо выполнено ну а вот таким вот образом машинка это выглядит внутри как видим текстурки очень простецкие местами даже не доделаны есть анимация положения руки на рычаге но она бесфункциональная при движении так рука и остается ничего она не переключает какая-то навигация типа тут есть в общем такая простая машина ну здесь все модель которую я посмотрел они очень простые такие неказистые некрасивые работает только стрелка спидометра все остальное просто нарисовано ну и выдвигаемся потихоньку на какую-либо точку добычи все необходимое я куплю уже по за кадром потому что магазин я показывал в первой части нет никакого смысла еще раз оббегать эти же точки и кстати если не брать в расчет отвратительный звук этого автомобиля ведет себя на дороге очень прикольно у него есть некая раскачка которая позволяет ощущать эту тяжесть этого автомобиля интересного машинка но тут же сразу впечатление портит спидометр и вообще худ выполненный на этом проекте посмотрите как сделал спидометр он сделан в левом верхнем углу белым цветом его вообще не видно вот как я и говорил на этом проекте очень много всего не видно плохо читается чтобы увидеть спидометр нужно вот так задрать камеру ответь и тогда хоть как-то видно что-то так как проект свежие сейчас находится в состоянии допиливания очень хочется надеяться что разработчики увидят вот эти вот мелкие косяки но очень неприятные и поменяют цвет на какой-то нейтральный который можно будет хорошо видеть и ночью и днем потому что и худ представленный справа очень плохо читается и вот этот вот индикатор спидометра и топлива тоже очень плохо читается видно хорошо только ночью ну или если переключиться на камеру от первого лица тогда еще вот так вот и смотреть в потолок то хорошо читается спидометр но мы тем не менее уже доехали до ближайшей точки которую я нашел это . сбора сахарного тростника пойдемте посмотрим как это выполняется мы видим до что . поставлена тематически грамотно то есть есть некие растения которых мы подходим и собираем ну и следующее это полная автоматизация сбора то есть как я и говорил здесь экономика очень простая от вас ничего не требуется зашли на поле нажали кнопку windows все персонаж стоит собирает это тоже меня всегда радует но дальнейшие действия для всех игроков этих проектов одинаково идем и все перекладываем в багажник и вот еще раз покажу как это действует видите мы нажимаем на багажник идет прогрузка багажника и можно положить сразу все это тоже хорошее решение и как видите можно положить не только товар который мы только что собрали а еще и тот который в рюкзаке если например он мешает то можно на какое-то время поставить его в багажник положить и этот же товар если мы поставим машину в гараж сохранится в багажнике но за определенную плату вот такого решения а тем временем из-за того что рюкзак у меня малой вместимости и машина чуть больше моего рюкзака уже все собрал и отправляемся на точку продажи надо сказать что точки сбора и точки продажи по моему любых ресурсов ну по крайней мере на тех на которых я был находятся очень близко друг от друга это еще один плюс к экономике этого проекта что она очень облегченная на гонять долго не надо ну вот в общем то мы уже и приехали вот на этом рынке надо продавать наш товар и заметьте слева и справа от рынка стоят здание до супермаркет и какой-то там технический центр на карте они не обозначены вполне вероятно что это постройки каких-то игроков здесь можно открывать свои организации и строить строить вернее свои тематические здания судя по тому как поставлен магазин слева это точно построил какой-то игрок ну а мы давайте пока тем временем продадим то что мы насобирали вот так это выглядит таблички в том же стиле в общем то здесь можно как покупать так и продавать вообще надо сказать что здесь все точки торговые поставлены так что туда можно как продать там также можно и купить не везде понятно зачем это сделано но тут надо разбираться это уже тонкости этого проекта но и как видите продал уже собранный мой ресурс и продолжил экскурс по этому острову я заехал в город чтобы купить нужный инструмент и здесь я встретил нужного мне на тот момент человека вообще я всегда в своих видеох рекомендую если вы зашли на рп проект отыгрывайте роль разговаривайте с людьми общайтесь если вы что-то не понимаете вас всегда на ставят на истинный путь подскажут как лучше действовать в общем будьте игроком рп проекта и тогда все сложится и тогда узнаете все тонкости и нюансы этого проекта гораздо быстрее нежели вот как я например да пытаюсь все показать и рассказать действуя в одиночку ну я действую не всегда в одиночку как видите на своих видео я тоже взаимодействую просто у меня очень ограниченное время и формат моего обзора это начало действия на проекте глазами новичка поэтому я никогда не обращаюсь к администрации не прошу никаких там разрешений не прошу никаких денег снисхождений я действую так как будете действовать вы зайдя на проект ну и пообщавшись с этим человеком я тоже узнал очень много нюансов про этот проект почему я говорил что он очень интересен здесь есть определенная база для рп то есть здесь чтобы существовать на этом проекте нужно взаимодействовать с разными организациями с разными людьми один из таких нюансов например вы даже не сможете починить себе полностью машину все что вы сможете сделать на это по заменить колеса то есть поменять колесо если вам нужно отремонтировать машину вам придется обращаться в автосервис организацию занимающуюся ремонтом автомобилей а это будет естественно игрок который здесь уже давно например и там построил себе автосервис только у него вы сможете починиться до этого момента ваша машина будет поломана сами вы не сделаете ничего также этот человек подсказал мне какими ресурсами лучше всего заниматься, потому что действительно, самому здесь надо разбираться очень и очень долго. Иконки, повторюсь, не читаемые, не интуитивные и никакой информации практически не несут. Это просто какие-то темные, не читаемые козявки на карте. Ну и я поэтому по его совету поехал на вулкан, чтобы искать какие-то редкие камни. Ну и по пути до места моих раскопок я решил показать вам, как здесь устроена система заправки. Мне она очень понравилась. Тоже интересное решение, уникальное. Ничего подобного я не видел, но похожие схемы уже мне встречались. Итак, как это выглядит? Мы подъезжаем на заправку. Подходим к колонке и изначально взаимодействуем с ней. Заметьте, здесь есть выбор топлива. Здесь огромное количество топлива и каждая машина работает на своем виде топлива. Здесь и бензин, и сжиженный газ, и дизель. Узнать это можно залезть в машину и нажать кнопку Windows. Итак, мы взаимодействуем сначала с колонкой, потом переходим на машину. И как видите, надо теперь взаимодействовать с машиной. Все, заправляем машину. То есть мы вставили пистолет в горловину бака и заправляем ее. Далее же надо проследовать на саму заправку и оплатить наш счет. Счет можно оплачивать двумя видами. Наличкой или с карты. И вот смотрите, вот если бы здесь сейчас стоял бот за столом или за кассой, как антуражно этого выглядела, да? Но вот опять недоделка. Опять вместо NPC-шки стоит какая-то прозрачная сопля. Блин, вот и здесь на этом проекте так все. Вроде задумка интересная, но исполнение придурочное. Но даже вот это еще не все. Я бы мог не идти и не оплачивать счет, а просто уехать. Кинув заправку на деньги, на топливо. Но в этом случае автоматически на вас продавец кинет жалобу. И она пойдет сразу же в полицию, и вашу машину будут разыскивать. Но это же не говорит о том, что это нельзя делать. Поэтому опять-таки есть направление РП. Я, например, случайно два раза не оплатил счет. И если бы был полицейский в это время, мне бы пришлось, хочу или нет, отыграть свою роль. Пришлось бы объясняться и тому подобное. И это правильное направление. Это здорово. Ну и вот я уже за этими философскими размышлениями подъехал на точку добычи каких-то там драгоценных камней. Ну давайте посмотрим, как это выполнено. И вот тут у меня опять есть замечание к этому проекту. Как вы помните, я купил зонтик. И вот сейчас я его выбросил на пол. Но на этом проекте все, что брошено на пол, тут же исчезает. То есть найти потом этот зонтик, как видите, уже невозможно. Но вполне вероятно, что это относится не ко всем объектам. Потому что я здесь встречал человека, который потерял паспорт. А так как я вам уже говорил, в первой части у меня было два паспорта. И я бросил этот паспорт на пол, и он подобрал его. Но с зонтиком этого не происходит. Зонтика я так больше и не нашел. Ну ладно. Бог с этим зонтиком. Смотрим, как это происходит. Как и на других точках, мы видим, что сбор происходит автоматически. То есть опять нет никакой, вернее, нагрузки на самого игрока. Есть только работа персонажа. Это радует. А вот анимация оставляет желать лучшего. Анимация, в общем-то, отсутствует. Он просто достает и убирает кирку. Я думал, это баг или, может быть, глюк. Я пробовал несколько раз, и я подъезжал на эту точку несколько раз. Он все время делает вот это вот упражнение. Достал кирку, убрал кирку. Как таковой анимации нету совсем. Ну и вот я уже наколдырил какое-то количество этой вулканической породы. Давайте посмотрим, про какие камни мне говорили. И да, действительно, смотрите. Нам выпадает некий камень-топаз. Вообще, об этом информация идет еще и в левом нижнем углу. Но если не хотите смотреть там, то потом можно в рюкзаке посмотреть, что вам выпало. Как мне сказали, здесь выпадает 3 или 4 вида камней. Ну, нам пока выпал топаз. Ну, выпал и выпал. Давайте еще немножко поковыряем, и поедем это дело все продавать. Как я уже и говорил, ну, повторюсь еще раз, что на этом проекте точки добычи и точки продажи находятся на очень близком расстоянии друг от друга. Что не составляет никакого труда до туда, естественно, добраться. Единственная трудность на этой точке это выбраться из самого жерла вулкана, потому что, ну, по крайней мере, эта машина в гору едет очень плохо. А встречаться с камнями на этом проекте нежелательно, потому что система лечения здесь очень хардовая. Вы можете убиться, встретив небольшой каменчик. Даже машину не повредите, а сами будете сильно очень кровоточить. Вообще, в целом, система нанесения дамага персонажа, на мой взгляд, нуждается в некой доработке или балансировке. У меня был такой случай, если не забуду, покажу. Я сбил знак. Не пострадала ни машина, и, можно сказать, даже не пострадал знак. Зато я чуть не умер. От такого легенького удара здесь можно умереть. Ну вот мы уже подъезжаем к точке продажи. Опять видим, что точка продажи тематически выбрана очень грамотно. Горную породу мы, естественно, продаем на каком-то горном комбинате. Все очень красиво, очень антуражно. Единственное, опять, нету продавца. Вместо продавца висит воздушная сопля. Ну да ладно, идем к сопле и пытаемся вселеть ей наш топаз. И видим, что один топаз стоит 2 900. Сливаем топаз и переходим к вулканической породе. Ну а вся вулканическая порода стоит 760. Естественно, есть смысл брать только топазы. Ну или те камни, которые вам будут вываливаться. Вулканическую породу можно, в принципе, просто не брать в расчет, а выкидывать ее там же на месте. Ну или она может, скорее всего, понадобиться для какого-то другого ресурса. В этом надо разбираться. Я же тем временем съездил в город и заменил машинку вот на этот грузовичок, который я хотел вам, в общем-то, показать. Грузовичок как грузовичок, но видим, что ничего не работает, текстурки отсталые, никакие, в общем-то. Чем-то напоминает наш отечественный ЗИЛ старый. Внешне этот грузовичок выглядит вот так вот. Тоже какие-то расплычатые, неказистые текстурки. Кто-то попытался сделать некое подобие ржавчины и проржавелых дыр, но получилось это не очень. Поэтому вот такая вот машинка. Я ее взял без всякого смысла, просто чтобы покататься, посмотреть, что из-за машинка. Какая, в принципе, разница, на чем ехать. Тем более, что мне осталось посмотреть только архитектуру этого острова, ну и какие-то еще добавленные объекты. И одним из таких объектов я посчитал, им будет интересно показать магазин стройматериалов. Он играет здесь такую достаточно ключевую роль. Через этот магазин надо покупать стройматериалы и мебель. А нужно это для того, чтобы строить свое собственное здание. В этот магазин можно как продавать материалы, так и покупать их здесь. Выглядит же это следующим образом. Естественно, подходим взаимодействием с соплей и вот здесь список того, что продается в магазине. И вот не могу вам сказать, зависит ли количество материала здесь от того, сколько игроки сюда навезут. Но все, что есть здесь, все вам нужно будет для того, чтобы построить собственное здание. Стекло, доски, цемент, железные слитки. Как выполнена сама процедура постройки, я покажу чуть позже. Но вот такой вот магазинчик здесь присутствует. Мебедь же построенном вами здании появится автоматически. Просто вам нужно будет привезти нужное количество, которое нужно для проекта этой постройки. Ну давайте посмотрим, как выглядит здание, которое здесь строится. Ну а вот как раз у нас по правую руку один из комплексов, который здесь можно построить игрокам. Что это за постройка, сказать вам не смогу. Но название организации и ее направление можно узнать в планшете. Я уже говорил, что можно докупать в планшете приложение, которое позволит вам увидеть и организации, и их как бы деятельность. Ну вот такая вот построечка, построенная здесь игроками. Для чего? Не знаю. Тут надо разбираться, ребята, ее надо разбираться очень долго. Я всегда говорю, что подобные проекты, РП проекты, и GTA 5, и Arma 3, их очень тяжело обозревать, потому что очень и очень много всяких нюансов. Для этого нужно очень много времени и очень много общаться с игроками этого проекта, на что у меня, к сожалению, нет времени. И вот видите, дальше еще стоят постройки, и это тоже построили игроки. Ну а судя по тематике этих построек, этих зданий, это либо какие-то офисы, либо склады, или это здание автосервиса, что тоже очень похоже. Слева, как видите, есть въезд, и там есть что-то подобие эстакады, но к сожалению мне не открыть и не зайти туда, потому что эта как бы приватная территория, она естественно закрыта. И посмотрите, здесь построено целый комплекс подобных зданий, наверное, человек расширяет сеть своего автосервиса. И кстати, по поводу этого здания, в одном из своих видео на острове Трю, по-моему, я говорил, что такое здание там стоит слишком белое, мне написали в комментариях, что у тебя отключен HDR. HDR у меня не отключается вообще, пока не мере в моих настройках. Но здесь эти здания не выглядят слишком белыми, значит это просто настройки сервера, а не у меня. Да, и кстати, это еще не все, я забыл показать вам как строятся эти здания, поэтому мне пришлось перезайти чуть позже, ну и оказаться на том же месте, но уже в ночное время. И вот смотрите, как это выглядит. На месте постройки стоит некая стопка кирпичей на поддоне. Мы подходим к ней и начинаем с ней взаимодействовать. Здесь же выскакивает список того, что необходимо нам для того, чтобы построить здесь здание. Вот как мы видим. Помните магазин стройматериалов? Вот этот весь список здесь. И количество, сколько вам надо сюда завести. Как устроено это более подробно, рассказать не смогу. Но выглядит это вот так. К сожалению, рассказать более подробно, как происходит выбор точки, кто назначает это здание, как происходит выбор здания, с помощью администрации или прямо в игре, этого всего я рассказать не смогу. Но согласитесь, это очень интересная фишка этого проекта. Проекта, где можно самому строить здания, я еще не видел. Ну, давайте проследуем еще по острову и посмотрим, что еще есть интересного. А из интересного мне встретилась вот такая вот военная база. Скажу честно, в душе где-то я надеялся, что на этом проекте не будет никаких военных баз, но она здесь есть. Она не выглядит устрашающе, но тем не менее, она есть. Может быть, это база какого-либо ОМОНа или каких-то государственных подразделений, структур, не знаю. На карте она не обозначена и никаких надписей здесь нет. Внутри, как вы видите, база не выглядит такой суровой и урбанистичной. Она такая уютная, теплая, я бы даже сказал. Очень хочется надеяться и даже не надеяться, а выглядит даже сама база, как будто это какая-то тренировочная, учебная часть местного подразделения полиции. Может быть, это полицейская академия. Не знаю. к сожалению, нет на карте никакой надписи, но, как видите, все сделано так аккуратно, уютно, нет никакой агрессии вокруг. Все так тепло сделано, очень аккуратная такая база, даже не знаю, как ее правильно охарактеризовать. Не выглядит это базой какой-то преступной группировки. База, как база такая. Вообще, про преступные группировки на этом проекте я ничего не слышал. Есть они или нет, я вот не смогу вам даже ответить на этот вопрос. ни в группе ВКонтакте, ни здесь у людей я не смог найти никакой информации по поводу преступности на этом проекте. Поэтому, те, кто зайдет сюда поиграть, сами, наверное, это себе решат и найдут. Ну, а на моем пути попался магазин летной техники. Давайте посмотрим, что из летки здесь есть. Сам магазинчик находится в аэропорту, в огромном ангаре, ну и, как всегда, сопля. Ну, давайте смотреть, что здесь есть. А выбор-то, как мы видим, вообще невелик. Всего 4 единицы летной техники. Из них 2 самолета и 2 вертолета. В общем-то, особый смотреть не на что. Ну, давайте посмотрим хотя бы на модели. Ну, вот, Ан-2 выполнен красиво. Я уже видел такой самолет, но в, так сказать, расцветке хаки. Вот такого я не видел. Культурненько сделано, красивые текстурки наложены. Ну, из вертолетов всего два варианта. Это вот этот М900, можно сказать, стандартный вертолет. Ну, и второй вертолетик обычно используется службой медиков. Тоже такой, ничего особенного. Ну, в общем-то, и все полетные техники. Да и надо сказать, что, наверное, вообще уже все. Я показал очень много того, что хотел показать, какие-то тонкости этого проекта, нюансы, какие-то косяки этого проекта. Много чего интересного здесь есть. Если говорить в целом, то проект мне очень понравился. Есть свои нюансы, вот эти вот постройки, сама взаимосвязь между игроками. Есть интересные решения и тот же планшет. Да, есть куча недоработок, но остров только открылся, и у него все впереди. Я очень надеюсь, что разработчики прислушаются и исправят вот эти вот мелкие косяки наподобие худо, который белого цвета, и его не видно, наподобие планшета, на котором некрасивые иконки и плохо читаемые. Ну, в общем, те косяки, которые здесь еще присутствуют, их наверняка исправят и сделают и анимации добавят, и человеческий телефон, может быть, введут. В общем, много-много чего еще надо заделывать. Проект сыроват, но он только вышел, ему чуть больше двух недель, насколько я понял. Поэтому есть смысл сюда зайти и играть. Ну, если кому понравилось, то милости просим, остров открыт. Вам всегда будут здесь рады, вы всегда найдете здесь чем позаниматься. Ну, а мне пора идти искать другие острова, другую, скорее всего, легкую жизнь. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Играйте, получайте удовольствие. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok